Книга открытым оком, тема Святая Библия, 8 том, 2023 вопрос. Неужели никому в голову не пришла такая простая мысль, чтобы сравнивать с Писанием Христовым? Да и от Бога ли все это монашество неравноангельное? Мог ли Бог, видя, что монашество пошло неевангельским путем, как-то переломить ситуацию и вернуть все и на евангельский путь? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мог, но свободу Бог не отнимает ни у кого. Люди же придумали очень основательно, по деталям, все, что нужно было кому-то издревле враждебному Создателю. Чтобы сделать похожее на такую хитрую подмену, что тысячелетия туда уходят все силы, все ревностное. Нужно было только тщательно скрывать Библию, не давать ее в руки народу, а остальное дело искусства, убеждения и примера. Иеремия, 12 глава, 10 стих. Иеремия, множество пастухов испортили мой виноградник. И стоптали ногами участок мой, любимый участок мой, сделай пустую степью. И вроде бы тот, кто описывает жизнь канонизированных и места писания приводит и сравнивает с древними героями веры, но все это примеры сравнения просто бред больного человека. Они этими подвигами обреки миллионы людей на страдания, и притом не от Бога, а все вымыслями поврежденного ума человеческого. Иеремия, 24 глава, 8 стих. Мокнут от горных дождей и не имея убежища, жмутся к скале. Иеремия, 30 глава, 7 стих. Ревут между кустами, жмутся под терном. Плащ, 4-5 стих. Как говорят, ни к селу, ни к городу не приложите приводимые места писания к той личности, о ком дифирамбы. Совершенно ни к месту, ни к делу. Но так уж хочется иметь подтверждение своему иноческому отступлению от Евангелия об основании библейское. Вот и подтягивают до смешного неуместное и бесстрашно. Да кому же это так нужно изощряться, чтобы только не выполнить указания Иеговы? Проскева Сепская, 14 октября, пример жития святых. Брат Проскевы, когда достаточно научен был священному писанию, согласие родителей принял пострижение под именем Ефимия. Воспламеняясь божественным желанием жить для Господа, Проскева не пожелала долго жить в многомятежном миресе, но, покинув все мирское, срылась и скрылась от мира, и, достигнув пустыни Иорданской, стала проводить здесь равноангельскую жизнь. Подражая боговицу пророку Ильи и Иоанну Крестителю, она питалась только пустынными злаками, употребляя их притом лишь в малом количестве, и то по закате солнца. Постепенно истаивая, то от жары, то от холода, она обращала свои взоры только к единому Богу, могущему спасти смиренных сердцем от вихра и бури. Псалом 54.9 Кто в состоянии поведать о том, сколько слез пролила преподобная? Кто расскажет о частых неумолкаемых стенаниях ее? «Святая при своей женской природе имела поистине мужской разум и победила дьявола, как Давид Голиафа. Украсив свою душу такими подвигами и добродетелями, Пороскева сделалась возлюбленной невестой Христовой, так что на ней исполнилось пророческое слово и выжилает царь кресоты твоей». Псалом 44.12 Ничто так не очищает души и не приближает к ее первообразу, как пустыня и безмолвие. Стихотворение «Открытием едва уже дивишься. Сначала не поймешь, а может ложь? Всех Соломонов миллионы с лишним. Царица Савская их не оценит в грош. Всего лишь 200-300 лет назад. Кто мог бы сохранить вчерашний голос? Сегодня же с компьютером в детсад. Бабушкам лепечет через мобильник в космос. Но все изобретенное доселе. Все, абсолютно все, на гибель человека. Что ел и пил, с кем не женился в постели. На безмерной пишется дискете. Вообразить, представить невозможно. Как разом всю свободу отберут. Еврей-правитель коронован ложью. Закнет слежение в сатанинский круг. И кто помыслит о сопротивлении, избавиться от деспота-тирана. Весь мир земной, тюрьма и лагерь пленных. В Иерусалиме зверь сил в третьем храме. Изобретение, дробление и распада. Ядра и душ, помеченных печатью. Лже-воскресение грешников из ада. Всех палачей там назовут врачами. Каких еще открытий лже-чудес. Свидетелями станут наши дети. Гуманитарный, гуманоид и бес. Шестерками смирившихся пометит. Свободой наслаждайтесь кто как может. Ходите в церковь, пойте и молитесь. Костям своим хозяин плоти кожа. Тебе подвластны и в семье ты витись. Но там, тогда, а это время рядом, Воссядет иудео-сатана. Смиряться под его змеиным взглядом. А против христиан объявлена война. 2003 год. Игнатий Тихонович Лапкин.